Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighters into the first fighter in the blue corner from San Juan de Merite, Brazil. He's 30 years old, 181 centimeters tall and weighing in 78,90 kilograms. His professional record, 16 bouts, 11 wins and 5 defeats. В синем углу боец из города San Juan de Merite, Бразилия. Ему 30 лет, рост 181 сантиметров без 78 килограммов 900 граммов. Представляет бойцовский клуб Nova Enia с профессиональным рекордом, 16 боев, 11 побед и 5 поражений, Вильям Маккарио! His opponent in the red corner from Yekaterenburg, Russia. He's 21 years old, 188 centimeters tall and weighing in 78,95 килограммов. His professional record, 8 bouts, 7 wins and 1 loss. В красном углу боец из России, город Еkaterenburg. Ему 21 год, рост 188 сантиметров, вес 78 килограммов, 950 граммов. Представляет бойцовский клуб Архангел Михаил. Профессиональный рекорд, 8 боев, 7 побед, 1 поражение. Семен Сматрицкий! Рэперебоя Вячеслав Перский. Пойтаж, в центре, пожалуйста. Хорошо, господи, вы профессионалы, вы знаете правила. Протерпь себя все время, хорошо? Если вы хотите кушать глафы, то делай сейчас, хорошо? Пойтаж, в центре, в центре, в центре, в центре, в центре. Пойтаж, в центре, в центре. Уже мы видим, что есть что-то личное между Сматрицким и Макарио. На 9 лет младший и на 7 сантиметров выше своего соперника. Сматрицкий и у нас первый раунд. А мы видели, что вчера на взвешивании так достаточно агрессивно вели себя оба бойца. Там были и толчки. И не пожали руки, кстати, поединком. Ну, по крайней мере, это может означать, что мы увидим зрелищный, бескомпромиссный бой. Ну, по крайней мере, хочется. Заряжен, заряжен мы видим так. И Шмон Сматрицкий, и его соперник, конечно же. Вильям Макарио проводит уже второй поединок в этом году. Первый у него случился в июле на турнире на Сау Сайборг 9. Это промоушен Кристиане Жустину, более известный как Крис Сайборг. Все это было в городе Куричиба, штат Парана, Бразилия. Он нокаутировал Лукаса Парадис. В прошлом году также один бой был на счету у Вильяма Макарио. Хороший лоу-кик от Сматрицкого. Ну, и карьера в UFC у бразильца так не сложилась. После одного вывешенного боя пошли поражения, и затем его просто уволили из промоушена. Но, тем не менее, Макарио драться продолжил. Выступал в США в лиге LFA тоже с переменным успехом. Ну, и вот у него теперь дебют в России о турнире RCC-10. Соперник опытный, хороший. И, в принципе, для возвращения после поражения для Семена Сматрицкого это очень даже достойная позиция. Ну, и Макарио достаточно хорошо работает в стойке, и большинство своих поединков завершал нокаутом. Ну, победных-то точно. При этом пока ничего не может сделать Макарио, пока он не может подобраться на нужную для себя дистанцию. Да, смотрите, попадает два раза, да. Смотрите, достаточно хорошая работа в стойке, умеет он это делать. Подцепил там справа, смотрите. Макарио так пока опасается, пропускает лоу-кик, но он не реагирует вообще на это никак. Ждет момент. Ну, да, бразильц вот попал сейчас слева, кстати. Бразильц, черт, ну, да там заряжал в тулови сейчас слева. Отпечает хорошо, смотрите. Итак, правая-левая путь, лоу-кик. Макарио, но в этот момент Семен. Макарио пока так раздергивает очень хорошо на ногах. Не стал форсировать, так скажем. Снова передняя рука от Смотрицкого. На месте здесь был кулок у Макарио. Лоу-кик, но так почти там пальцами ног достал Макарио. Дистанция, дистанция. Да, и пока... Лучше чувствует дистанцию с Матрицкой, но у нас клинчик. Будет ли попытка перевода от кого-то из спортсменов? Спиной к сетке пока Семен Смотрицкий. Макарио там пытается с замок захлопнуть к спине. Все хорошо, не спеши, подсказывает Семену с Матрицкой. Ира, голова, дистанция. Ауфин у нас с Матрицкого над левым глазом рассечение. Да, причем такое... Поменял стойку с Матрицки здесь. Неприятное. Любое рассечение неприятное, конечно, но такое прям совсем... Да, и будет мешать это рассечение, конечно же, обзору. Лоу-кик от Макарио. Что это было все-таки? Я не видел точных попаданий. Возможно, столкновение головой там было. Или в клинче. Блэу, watch your fingers. Аккуратнее со своими пальцами, сказал Вячеслав Перский. Билему Макарио. Понимаю, чтобы не было открытой перчатки. Класс. И что, будет тейкдаун в исполнении бразильца? Нет, каптрит уже в воздухе. Семен Сматрицкий. Оказалось, что спиной будет не заправлять ноги. Там Макарио пытается рукой блокировать. Да, поднимается. Макарио встает. Отличный удар коленом в бедро. 30 секунд остается до конца первого раунда. Еще один удар в бедро. Так начинает сушить левую и правую ногу своего соперника Семен. По суши, по суши, подсказывает Сматрицкому. А вот там за сетку очень плотно слотался, но, несмотря на это, сумел Сматрицкий стащить сюда на пол. Да, нужны, нужны удары, нужна активная работа Сматрицкому в конце раунда. Ждем вторую пятиминутку. Второй раунд. Промахивается здесь Макарио сразу лоу-киком. Семен показал в первом раунде, что очень здорово он чувствует дистанцию. Хорошо, на руках. Сматрицкий, да, там даже успел подсечь. Хороший локоть. От Сматрицкого справа. Еще раз попал дар. Макарио, если будет откровенно бросаться, может нарваться и на нокаут. У него пять досрочных поражений. И дважды проигрывал нокаутом, кстати говоря, Вильям Макарио. Меняет стойку Сматрицкий. Отзащищался, снова вернулся в стойку правши. Хорошо в туловище пробивает Сматрицкий. Дистанция ему позволяет методично разбивать атаки своего соперника в дистанции. А вот еще в туловище заряжает Вильям. Последний раз нокаутом Макарио проиграл в 2015 году по эту Дуайру. Хорошо нам с тобой известным поединком против Дихаила Рогозина. Это был его последний бой в UFC. Не идет, не идет пока Макарио вперед. И сам не обостряет Семер. Хорошо сейчас правый снизу, левый сбоку бросал. И пока у нас такой бокс на дистанции. Очень так финтами хорошо начинает раздергивать здесь Сматрицкий. Дальше зарядил. И здесь Патрицкий. Мечта Акадаса сверху. Очень много еще времени. Вочетный трех левых еще. Улучшит ли Семен позицию? Пока искал, в марте работает. Ну а Виле Макарио не скачет такой супер-портеровик базовый. Как раз таки здесь с ним можно работать. Макарио пока просто лежит, ничего не делает под соперником. Будет ли Семен с Патрицкой расправлять спину? Так, поджал к сетке. И дарит плечом на голову. Попытка свипа от Макарио. На ноги поднимается. Сматрицкий заряжается. Слева не попал. И удастся ли Макарио встать? Либо отдаст шею. Заправляет правую руку. Есть, есть. И правая рука. Мне показалось. Заправил правую руку Сматрицкий. Но там блокирует. Понимает, понимает. Здесь, конечно, Макарио, что если он даст возможность заправить ее руки еще под подбородок, то для него ситуация может очень сильно углубиться. Это был плачевный. На спине сидит у соперника Семен Сматрицкий. В бэк-маунте почти пащил. Попытка проатаковать руку. И тут же удары. Так, заправляет ноги. По-моему, пытается собрать ноги и раздвинуть соперника. Хорошо начинает заправить удары здесь Семен. Да, растягивает. И пассивная защита со стороны Макарио. И это четвертая победа техническим нокаутом для Семена Сматрицкого. Уважаемые дамы и господа, итак, рефери остановил бой на третьей минуте двадцатой секунде второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал рефери. Стоп, ты контест. Три минуты, двенадцать секунд, раунд два. Винер по Тикео, Семен Сматрицкий. Семен Сматрицкий.